Ну что, девочки, добрый день, доброе утро, добрый вечер. Давно я не снимала ничего такого интересного. Вот благодаря одной девочке, которая в комментариях попросила сделать видео-обзор на тему ароматы, которые самые комплиментарные ароматы у меня в коллекции. Неважно, комплименты получаю от мужчин, от женщин, самые комплиментарные. Вот я собрала, но я бы еще добавила сюда пару-тройку, но, наверное, будет вторая часть, но посмотрим. Давайте хотя бы начнем это. Так, я не могла не включить в этот видео-обзор и не начать, естественно, с амуажа. Это амуаж Blossom Love. Что я здесь слышу? Это, кстати, самый комплиментарный аромат у меня в коллекции. Что я слышу здесь? Здесь я слышу вишневый цвет, то бишь сакура, то бишь как цветет вишня весной. Вот это. Это специфический запах, очень приятный, который, слыша этот запах, сразу у тебя формируется такая картинка. Весна, капель, солнышко цветет, вишня. Это красиво. Это по-весеннему красиво. Это нежно. Он очень нежный. Но, несмотря на свою нежность, он стойкий и он плотный. Девочки, вот представьте, плотный нежный аромат. Да, как бы вот такие вот полярности, но это так. Он нежный, но он плотный. Он воспринимается не воздушно. Он воспринимается плотно. Здесь очень красивый вишневый цвет. Здесь намек на вишенку, намек. Я не говорю, что здесь пахнет вишней. Здесь намек на вишню. Не на вишневую косточку, а на вишню. И здесь пахнет миндальной косточкой. Миндалем. Миндальной косточкой. Очень красиво. Естественно, как и свойственно всем амуажикам, этот аромат очень стойкий. Вообще все амуажи стойкие. Я когда слышу, когда кто-то говорит, либо читаю какие-то комментарии, что ой, на мне амуаж продержался час-полтора часа. Да не может быть. Да не может быть, девочки. Вы не тот амуаж находите. Амуажи – это вообще королевский бренд. И как вы думаете, могут позволить себе высокостоящие, скажем так, люди в этом султанате использовать какие-то слабенькие материалы? Нет. Вы же знаете, какие ароматы делают арабы. Они делают такие, знаете, стойкие, хорошие. Потому что, насколько мне известно, все амуажи были сделаны для жаркого климата, то бишь для амана, для лета, для жары, для сухой жары. А насколько я знаю, в жару все почти что ароматы слетают. Поэтому здесь используются высококачественные ингредиенты. Они сначала заказывали свои ингредиенты в Грассе во Франции, а потом некоторые из них начали сами культивировать, выращивать. Поэтому они используют очень высококачественные материалы. Этот аромат не может быть слабеньким. И неважно, какая кожа, он стойкий. Как минимум часов 5-6, а то и больше. Потому что на мне у меня влажная, у меня влажная, холодная кожа. Это, знаете, такой дзен для парфюмера. У меня то, что надо. Идеально. Для того, чтобы ароматы раскрывались, как надо. Так вот, на моей коже влажный, холодный аромат, амуажевские ароматы держатся от 8 до 12-14 часов. То бишь целый день я могу утром нанести аромат. И я его слышу вечером прекрасно. Прекрасно. Я еще хотела, девочки, сказать вам, ни в коем случае не наносите ароматы на волосы. Очень сушатся волосы. После этого я уже на своем опыте просто вам советую. Не наносите ароматы на волосы. Портятся. Есть специальные дымки для волос. Они специально сделаны для волос, не для тела. Ароматы на тело. Так вот, самый комплиментарный аромат открывает наш сегодняшний видеообзор. Да, затянула я чуть-чуть с видео, с началом, с оступлением. Но ничего. Дальше будет интереснее. Это амуаж Blossom Love. Это лидер по комплиментам. Далее. Я не буду идти по дорожке. Я буду идти выборочно. Далее какой? Далее самый комплимент. Да, да, почему нет? Конечно. Сислый Суар Дилюн. Аромат. Собирает прямо в охапку комплименты. Прямо за горло тебе берет. Тебе деваться некуда, как сказать. Да, что у вас за аромат такой, девушка, какой красивый. Скажу мало, но лаконично. Аромат, который идет перед вами, вы заходите, он идет еще за вами. Вы уходите, он еще остается. Аромат, по которому будут узнавать, что идете вы. Безумной красоты. Медовый шипр. Чуточку-чуточку ладана. Чуточку ладана. Совсем вот чуть-чуть, чуть-чуть. Но это красота. Это очень красивый аромат. Кстати, этот аромат, не знаю, если это будет кстати. Любимый аромат Пугачева. Вот этот вот. Да и мой тоже. Потому что он красивый, девочки. Это плотный, тягучий. Это явный представитель великолепной работы французской парфюмерии 80-90-х годов. Но он не 80-90-х годов производства. Я имею в виду, что он очень похож на очень красивые, элегантные, такие дорогущие французские духи, которые были очень модны по блату 80-90-х годов. Это вот этот аромат, девочки. Если хотите пахнуть, как ваши любимые мамочки, которые, я уверена, наверняка имели пару маленьких таких флакончиков французских духов, это вот такой аромат. Вот. Поехали дальше. Если уже не отходить от темы тех ароматов того времени, потому что, честно, как у нас у молдаван говорят, жоспелерия – это снимаю шляпу над тем, какого качества делали духи тогда, в то время. Сейчас, конечно, очень большое разнообразие всего на любой альфакторный вкус. На любой. Но я не знаю, почему-то каждый раз меня тянет и тянет к той парфюмерии. Я люблю её слушать. Она меня, как бы это сказать, но не то, что умиротворяет. Как бы это сказать. Она компенсирует всё то, что мне хочется услышать в духах. Восполняет эту нишу, заполняет эту нишу. Вот это из той категории. Это колеш. Суа-де-парфам. Это о-де-парфам. Колеш. Что здесь я слышу? Это фруктовый шипр. Кстати, фруктовые шипры – это любимейшее моё направление из группы шипров. Фруктовые шипры. Обожаю. Обожаю. Просто обожаю. Здесь есть абрикосы, здесь есть мох, здесь есть альдегиды и мускус. Это очень красиво. Это очень статусно. Это очень дорого. Это очень дорого звучит этот аромат. Он сразу приподнимает ваш подбородок. Он сразу расправляет ваши великолепные крылья. Это праздник. Он одевается на праздник. И безумно комплиментарен. Всегда, когда я его одеваю, я получаю комплименты. Очень элегантный аромат. Вот если это громкий, его слышно, он безумно диффузный. Его слышно на 5 метров. Я когда в лифте спускаюсь, наверное, ещё часа два, люди, которые заходят и выходят из лифта, они знают, что я там была. Вот это не такой. Он элегантный. Он чуть-чуть потише. У него диффузность на минималках. В пределах 1 метра, в пределах 1,5 метра. Вот если вы работаете в офисе, вы свободно можете использовать вот этот аромат. Он не задушит коллегу. Наоборот, коллега будет получать удовольствие от приятной такой ароматерапии. Ой, лучше пахнуть таким, чем... Ладно. Тоже работала в офисе, знаю, что это такое. Так вот, можете спокойно одевать его в офис. Это будет красиво. Это будет красиво, элегантно. Под белый воротничок это супер просто. Так, если уже затронули тему вот тех ароматов. Cartier Soprity это в концентрации Eau de Toilette, но у меня была в концентрации Eau de Parfum и у меня была в концентрации Parfum. Я этот аромат люблю с 2001 года. Этот аромат моё парфюмерное я на данный момент. У меня нет 10. Вот как одна девочка написала. Снимите, пожалуйста, видеообзор на ароматы, которые являются вашим парфюмерным я. Ну, девочки, вот фотографию. Это оно. Вот это моё парфюмерное я. У меня их нет несколько. У меня он один. Пока что я заменитель не нашла. Это Cartier Soprity. Что это за волшебство? Что это за магия во флаконе? Потому что по-другому я не могу назвать. Только этот аппетит подходит к этой великолепной коньячного цвета жидкости. Это абрикосы. Это опять те же самые персики. Я вот так слышу. Это либо абрикосы, либо персики. Честно, девочки, они для меня почти что одинаково звучат. Я очень редко могу отличить. Потому что есть персик-абрикос, а есть абрикос-персик. Вот такой вот звук есть в аромате. Так вот, здесь абрикосы, либо персики. Но очень спелые, очень не сухофрукты, а спелые, сочные. Такие, знаете, что капает. Это фруктовый шипр. Здесь опять же фрукты на подложке из чего-то мшистого, почулистого, древесного. И всего того, что характерно для шипровой группы. Я обожаю, вы понимаете, эту группу? Вот это фруктовые шипры. И вот эти ароматы, как подсказывает мне мой опыт, самые комплементарные. Потому что они безумно красиво раскрываются. Они очень благородно раскрываются. И это очень качественно сделанные ароматы. Вы, когда их носите, человек отмечает, о, от вас очень дорого пахнет. Поехали дальше. Ай, Байреда. Библиотека. Здесь пахнет сливка, здесь пахнет персик, здесь пахнет замша. С самого начала звучания идёт слива и персик. Через минут 40 включается замша, включается аромат библиотеки, включается аромат кожаного переплёта. Но эта кожа хорошей выделки. Она очень дорого звучит. И это безумно красиво. И он очень комплементарный. И девочки у меня очень-очень любят его на распив брать. Потому что это очень красивый. Это очень необычный. И, ну, наверное, очень много очень, я говорю. Это самый стойкий аромат у Байреда. Ой, я пробовала очень много. Я пробовала... Опять очень. Я пробовала много ароматов у Байреда. Примерно, ну, так на скидку сказать, 10-12 ароматов у меня точно было от Байреда. И это самые стойкие у них библиотека. Самый нестойкий, кстати, у меня был, это инфлориссенс. Но он безумно красивый. Вы просто вот берёте с собой отливантик, потому что бутыль с собой, флакончик брать не рекомендую, потому что вот это вот болтыхание идёт в сумке. И это не очень хорошо для самой жидкости. А вот этот ливантик маленький в сумочку, и всегда подпшикиваться им. Инфлориссенс, девочки, это просто волшебство. Куча комплиментов ещё на инфлориссенс. Я вам вот здесь поставлю фотографию. Ну, это то же самое Байреда, только вместо библиотеки написано инфлориссенс. Там фрезия, и там пиончик. Ой, как это красиво. Там, кажется, ещё и личи, но я не помню насчёт и личи. Безумный комплиментарный аромат. Дальше поехали. А вот это, это у меня король по стойкости. Хотите смыть? Не смойте. Это Стефан Хамбер Лукас. Три семёрки, солнце жеды. Девочки, стойкость, ну, наверное, потрясающая, феноменальная. Нобелевская стойкость. Самый стойкий аромат у меня в гардеробе. Чем он пахнет? Почему столько комплиментов собирает? Я вам сейчас скажу. Первое. Вот когда вы просто его вот так вот нюхаете, он может понравиться, либо не понравится. Но потом он вам 100% понравится. Поэтому я не понимаю, я не знаю, людей, блогеров, которые говорят, ой, фу-фу, ой, это не то, ой, это не то. Девочки, надо, во-первых, не ходите по магазину и не нюхайте с блотеров. Выкиньте блотеры. Максимум вы можете, ваш мозг максимум может воспринять 4 аромата, максимум 5. Дальше поможет вода, потому что если вы нюхнёте аромат с тяжёлой молекулой, она у вас осядет на горле, на стенках горла. И вы просто другие ароматы воспринимать не сможете, вам надо будет попивать по чуть-чуть водичку, чтобы смывать эти молекулы. Кофе тоже не помогает. Кофе обладает своим ароматом, и оно ни в коем случае не помогает смыть эту молекулу у вас с горла. Пить водичку надо. Но не то. Не нюхайте с блотеров. Блотер – это бумага, бумага – это дерево, дерево – это аромат. Ну, зачем вам вот эти вот примеси ненужные? Вам надо воспринимать аромат только с собственной кожи. Если вы планируете носить его, если вы планируете купить аромат себе, вам надо брызгать на горячие точки и только на свою кожу. И ни в коем случае не делать импульсивные движения в сторону кошелька и кассы. Вам надо походить с этим ароматом как минимум минут 40, пока верхние ноты уйдут и откроется хотя бы сердце аромата. И только тогда вы поймете, вам нравится аромат или вам не нравится. А еще лучше, вам нужен отливант. Потому что, как советуют парфюмеры, надо от 7 до 10 подходов к аромату сделать. А 7-10 подходов – это как раз от 5 до 10 миллилитров. Поэтому отливанты вам в помощь, и это вообще идеально. Снимай шляпы перед тем, кто придумал вообще делать эти отливанты. Это экономит вам кошелек на 100%, даже не на 99,9. На 100% – это тотальная экономия. Вы покупаете отливанты, вы понимаете, вам нужен целый флакон или вам не нужен целый флакон. Вы приходите в магазин, вы нюхаете аромат с блотера, вам кажется, что все великолепно. Вы покупаете флакон. Это хорошо, если вы купите флакон за 100 евро. А если флакон 400, 500, 600 евро, то что с ним потом делать? Вы приходите домой, наносите на кожу, а там капец, а там не то, а почему? А если бы вы купили отливанты, вы бы поняли, вам нужен этот аромат или не нужен. Переходим к солнцу жеды. Это всевозможные экзотические фрукты в своем соку. Эпогеи, разрезанные, на подносе, в какой-то жаркой стране, горячий, сухой климат, прямо аж печет нос ваш. Ладан, всевозможные восточные масла, и все это перемешано. Девочки, вот эти фрукты, они делают всю оперу этого аромата. Это безумно красиво, это очень красивый аромат, но вам надо чуть-чуть потерпеть, хотя бы минут 10-15 после того, как вы нанесли, потому что с самого начала идет ладан и какие-то масла восточные. Он чуть-чуть тяжеловатый, он плотный, он маслянистый, но это безумно красивый аромат. И он собирает комплименты, и все потом, боже, что это за аромат? Или, ой, Лана, вы знаете, как он открылся на мне через час? Я целый день ходила и упивалась просто дуновением ветерка. Девочки, он очень красиво открывается, только подождите. Но искушенный носик, он сразу поймет, вот как только открыли, понюхали, и это уже понятно. Вот кто знает, это понятно, что потом будет за красота и феерия. Вот этот солнцежеды, это очень красивый и комплиментарный аромат. Дальше поехали. А дальше мой любимейший. Я считаю его самым любимым ароматом у Киллиана. Не потому, что его сметают с полок, как только он появляется. Кстати, он в топчике по продажам у Киллиана. Я не говорю флагман. Флагманы, кажется, продаж – это новинки. А этот в топчике постоянным. Это запрещеночка, как я говорю, запрещенные игры или запретные игры. Короче, Forbidden Games. Киллиан. Здесь пушистый персик, самый сочный, самый красивый, самый… Вот представьте, самый вкуснющий персик, который вы ели в своей жизни. Он здесь. Что-то еще кисленькое здесь. Ой, боже, какая красота. Что-то кисленькое. Может быть, здесь личи. Может быть, здесь флердоранж. Может быть, здесь из категории чего-то лимонного. Лайм или лимон. Но это не мандарин или не апельсин. Здесь кислиночка есть. Это очень красивый и безумно комплементарный аромат. Девочки, мужчины очень любят его. Это Киллиан Forbidden Games. Это очень красиво, очень стойко. Переходим к следующему. Honoré Delight – это Ex Nila. Аромат роскошный. Очень роскошный. Я не говорю самый роскошный, но это один из трех роскошных ароматов, которые у меня есть. Это французский шик. Причём в самом своём явном проявлении, во всём. Это очень приятный зефир. Очень тонкий зефир. Вкуснющий, безумно пахнущий, но который не хочется съесть. Просто запах зефира. И пудры. Нежнейшая, французская, качественная, дорогущая пудра. И вот зефир и пудра. Вот это в этом аромате. Девочки, он когда ещё настоялся, когда он приехал ко мне, он мне пах просто зефиром и пудрой. Сейчас, когда он настоялся, это шикарнейший аромат. Просто я, честно, я не могу найти слов. Я принципиально не хочу залазить в компьютер и смотреть, из чего состоят ароматы. Я всегда говорю то, что я слышу. Потому что я как убедилась, то, что я слышу, и то, что написано в компьютере, описание аромата и описание нот, это катастрофические разные вещи иногда бывают. Поэтому я принципиально не хочу заглядывать туда. Я люблю разгадывать ароматы и потом это вам рассказывать. Так вот, может быть, этот аромат и не состоит из пудры. Может быть, этот аромат и не состоит из зефира. Но я вам говорю, что я слышу, и не только, кстати, я. Это вкуснейший, элегантный, французский аромат, дорогой, с шлейфом, безумно комплементарный, лучшее, что может быть у экс-ниила за последние года. Это Honoré Delights. Это французский шик с большой буквы и с тремя восклицательными знаками. Так, а теперь переходим к Лондону. Так, это Мелиссим Империал, это Крит, королевский, как я говорю, королевский парфюмерный дом. Это очень красивый аромат, хотя он подан как мужской. Но эту цветочно-цитрусовую пудру я на мужчине не вижу. Либо это какой-то гермофагит должен быть. Неважно. Это женский аромат. Девочки, запомните, это женский аромат. Пусть он даже стоит на полочке, где полочка определена как под мужские ароматы. Пусть это вас не смущает. Идите, берите, покупайте и получайте удовольствие. Это цветочно-цитрусовая нежнейшая пудра. И очень хорошо здесь слышен флердоранж. То есть это не явные цитрусы. Это как золотая нить через весь аромат, как стержень. Я слышу этот флердоранж. Это нежнейшая цветочно-цитрусовая нотка. Может быть, я ошибаюсь. Я опять же повторюсь. Я говорю то, что я слышу. Комплиментов будете веником от себя отмакивать. Очень много комплиментов на этот аромат. Это очень красивый. Так, что у нас еще осталось? У нас еще осталось имитейшн. Да, кажется, обо всех уже поговорила. Имитейшн. Так, девочки, имитейшн. Это вкуснюшка. Это черная смородина. А, нет, эпик еще остался. А, два муажика. Хорошо, давайте. Так, здесь почули, здесь ут, здесь флердоранж, здесь жасмин. И это все, что я чувствую. И черная смородина. Конечно, черная смородина во главе колесницы. Любителям черной смородины. Кстати, это единственный аромат, который перебивает бакаро-экстракт. Ой, какой же он красавец. Какой же он красавец, девочки. Прямо взяли горсть черной смородины и съели. Так вот, этот аромат, который у вас во рту, аромат, который выходит через нос. Когда вы кушаете черную смородину, у вас хоть через уши она лезет. Вот эта вот вкусная нота черной смородины преподнесена на блюдечке с голубой каемочкой в этом аромате. Безумная красота. Стойкость потрясающая. Вкуснющий, гурманский, стойкий, комплементарный, нарядный. Да не то, что нарядный. Это один из лучших ароматов омажа. Имитейшн черная смородина. Любителям черной смородины, конечно, вам сюда это очень. Любителям вообще фруктовых ароматов, обратите внимание на черную смородину в имитейшне. Вы никогда этот аромат не забудете. Вы всегда его будете помнить, потому что он не похож ни на что. Здесь явная черная смородина. Девочки, где вы видели ароматы, в которых прямо явная нота какого-то фрукта. Всегда завуалирована какими-то букетами. Всегда завуалирована какими-то корзинами фруктов. С фруктами. Всегда чем-то прикрыто. А здесь настолько филигранная работа. Прямо шитье тонкой ниткой шелковой. Безумная красота. И напоследок я вам скажу про эпик амуаж. Девочки, с самого начала я чувствовала очень хорошо холодную, красивую, бархатную, бордовую розу. Сейчас я чувствую, вот когда... Я очень люблю готовить. У меня очень много специй. И когда я открываю вот этот вот шкафчик на кухне, где находятся специи, с самого начала я чувствую то, что находится в эпике. Сесиль Заракян. Как ее называют? Королева специй в ароматах. Она очень любит специи в ароматах. Поэтому здесь не без этого. Здесь всевозможные специи. Я не буду говорить, какие я слышу. Я вам сказала, это мой кухонный шкафчик, где находятся специи. Но это так красиво. Это так по-восточному. Это так утонченно. И представьте, к этому всему вы слышите розу. Бордовую, красивую, влажную. Этот аромат прохладный, этот аромат красивый, этот аромат благородный. Любителям розы сюда. Здесь еще ут и пачули. Так вот, этот аромат воспринимается колким, колючим, красивым, недоступным. И, что я еще скажу, он сам выбирает себе хозяйку. Спорьте, не спорьте со мной. Я не меняю этого мнения по поводу этого аромата. Знаете, как говорят, не меняют мнения только дураки. Я меняю мнения, но не по поводу этого аромата. Он выборочно выбирает себе хозяйку. Он не на всех красиво ложится. Но если он вас выбрал, девочки, ждите блаженства и волшебства. Красота во флаконе с французским благородством и восточной роскошью. Это очень красивый, самый комплиментарный аромат последних, я не знаю, полгода. Всегда, всегда я получала комплименты на этот аромат. Это эпик. Это эпик. Любителям специй, любителям пачули, любителям розы. Вам только сюда. Кстати, его всегда разбирают. Эпик очень трудно найти. И говорят, что его снимают с производства. Как вам такая информация? Посмотрите на цвет. Девочки, посмотрите. Изумруд. Красивый. Боже мой, как я люблю эти амуажи. Это просто вот эти вот кристаллики сваровские. Это искусство. Это просто искусство. Девочки, у меня сегодня была длинная видеопрезентация ароматов, которые больше всего собирают комплиментов. Самые комплиментарные ароматы. И они еще самые любимые. Ну, конечно, самая любимая у меня корте сауприте. Но неважно. Я их всех люблю, как деток. Девочки, хорошего дня вам желаю. Я вам желаю, чтобы ваши дети и ваши родители были здоровы и радовали вас этим. Будьте здоровы и хорошего вам дня.